Кроме политических заключенных в России появились узники совести. Гражданин Дании Денис Кристенсен, проживающий в городе Орле, был приговорен судом к шести годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации, то есть за участие в деятельности общины свидетелей Иеговы. Крайне жестокий и ничем не оправданный приговор вызвал возмущение как верующих различных конфессий, так и неверующих. Гражданин Дании осужден в России за свою веру. Проповедь свидетелей Иеговы запрещена лишь в некоторых странах на этой планете, а точнее в Северной Корее, в Китае, в Туркменистане, в Саудовской Аравии, в Таджикистане, Иране и с 2017 года теперь в России. Если кто до конца не понимает, то организация свидетелей Иеговы всегда стоит на пацифистских принципах. Они не служат в армии и никогда не служат в полиции. Они не вмешиваются ни в какие государственные дела и просят только одного – дать им возможность верить в того бога, в которого они хотят верить. Ну а строго говоря, они верят в абсолютно такого же бога, в которого верят католики, православные, протестанты и все прочие христиане. Свидетели Иеговы, если вы не знаете, это одно из протестантско-христианских движений. Разница заключается лишь в том, что они, вычитав, опять же, множество раз в настоящем переводе Библии о том, что у бога есть или было определенное имя, произносится она в русской транскрипции, как Иегова, хотя, скорее всего, это имя ближе к слову Яхве. Зная это, они считают, что они должны в своих молитвах, песнях и службах это имя применять. Вот и весь грех. Разницы особой между теми, кто, скажем, верит в Буду или, например, в голубого бога Кришну, или, например, в бога со слоновьей головой, или, например, в какого-нибудь Перуна, разницы, в принципе, нет вообще никакой. Что экстремистского нашли они в свидетелях Иеговы? Вот что сказал Денис Кристенсен в своем последнем слове на суде. «Весь процесс я чувствую, что меня по этому делу уже осудили. Не понимаю, почему я сижу. Считаю это незаконным. Вы очень старались рассказать мне о моих правах, а потом говорили, что я, гражданин Дании, могу убежать и поэтому должен сидеть в тюрьме. Но нет доказательств, что я хотел убежать. Поэтому я считаю, что единственная причина – это напугать других свидетелей Иеговы в России и принудить их к отказу от их веры. За что я должен получить 6,5 лет? Ни за что. За то, что я честный человек, который подчиняется законам страны? За то, что я верующий человек, любящий своего ближнего? 6,5 лет за то, что я был хорошим соседом и участвовал в строительстве детской площадки? 6,5 лет за то, что я люблю русский народ? 6,5 лет за то, что я платил здесь налоги? За то, что не нарушал закон? За то, что я люблю Россию и ее культуру? 6,5 лет ни за что. И это решительно несправедливо. Это абсолютно глупо и несправедливо. Приблизительно то же самое в России дают за умышленное убийство. Здесь за вероисповедание, за свободу веры, что зафиксировано в Конституции, и ровно столько за умышленное убийство. К своим православным собратьям обратился Владимир Берхин. Он пишет. Дорогие православные друзья, когда нас с вами, а это весьма вероятно в перспективе 10 лет, власти начнут щемить и давить просто потому, что властям это зачем-то надо, вспомните, пожалуйста, судьбу российских свидетелей Иеговы. Тут одного из них посадили на 6 лет за загадочный экстремизм, который, кажется, выражается в том, что он считает Бога главнее властей Российской Федерации. И помните, что достойно по грехам нашим приемлем. Это тот самый случай, когда и католические священнослужители должны заступиться за свидетеля Иеговы. И вообще все другие конфессии, как и в том числе честные граждане. Дело вовсе не в вероисповедании, а в принципе то, что каждый имеет право в 21 веке верить в то, что он хочет, или не верить вообще. Это не должно быть наказуемо, тем более такими большими сроками. Россия погружается в тьму Инквизиции. Нет, Россия уже погрузилась в тьму Инквизиции. Кристенсена в лагерь. Что он натворил? Абсолютно ничего. Совершенно ничего противоправного. Просто верил в Бога по имени Иегова. И в соответствии с верой жил. Жил честно, не крал, никого не обижал. Но власть православная в России решила, что веровать в Богу Иегова – это преступление. Их сотни тысяч только в этой стране и миллионы по всему миру. Их всех объявили преступниками. По всей стране преследуют, отбирают их молитвенные залы, а кого поймают в тюрьму, как, например, Кристенсена на 6 лет. Напомню, что свидетели Иеговы так жестко преследовали только во времена нацистского режима. В самом конце я хочу добавить всего несколько слов. Подобный прецедент. Он сейчас в интернете, он будет в прессе. Это дает возможность всем, любым свидетелям Иеговы выехать из этой страны и просить убежище в любой цивилизованной стране. Услышьте меня, пожалуйста. Сейчас и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Голландии, и в Франции, и во всех остальных цивилизованных странах свидетелей Иеговы из России принимают и в первую очередь рассматривают их дела. Поэтому, господа свидетелей Иеговы, когда-то я общался с вашими братьями по вере, у меня остались только самые лучшие впечатления. Не задерживайтесь в этой стране. Вы честные работящие люди. Как правило, из вас никто не злоупотребляет алкоголем, редко кто курит, воспитывает нормальных детей. Свидетели Иеговы не воруют и, как правило, не врут. Такие люди, законопослушные, трудолюбивые, пригодятся в любой стране. А в этой стране пусть остаются те, кого подобные приговоры устраивают и кто вообще из своей страны хочет сделать такой православный Иран. Так что долго не задерживайтесь, собирайте свои вещи и уезжайте. Проще выучить язык другой страны, чем все время ходить по лезвию ножа или 5-6 лет сидеть в тюрьме не за что. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok